я вас приветствую я сегодня расскажу вам несколько коми пермятских сказок о бабе еге правда называется она егебаба или йома в одной семье злая мачеха отправила пачевицу искать клубок ниток который то потеряла плаща белье девочка отправилась вниз по течению реки и попала к егебабе та велела ей натаскать ситом воды нарубить дров восковым топором истопить баню и искупать детей ведьм с помощью мудрой птички пачевица справилась с трудными задачами детьми егебаба оказались ящерицы лягушки дождевые черви муравьи полная сита всяких гадов за услугу ведьма наградила девочку сундуком сокровищами когда жадная мачеха отправила вслед пачевицы родную дочь та не справилась с трудными задачами и искалечила детей ведьмы когда мыла их в бане сухим веником ее наградой за это стал большой сундук с горящими угольями ничего не напоминает очень похоже правда как морозка сюжеты повторяются в другой сказке йома ные дочь йомы пристает к доброй ненецкой девушке сироте отнимает у нее одежду а взамен дают свои одеяния лесной дикарки из бересты вскоре они обе выходят замуж ненко за хозяина четырех белых оленей йома ные за хозяина четырех черных оленей у дочери йомы рождается ребенок свидетельствующий о связи матери с нечистой силой у него собачье тело и человеческая голова но йома ные тайком обменивает своего уродца на младенца рожденного ненкой так обычно действует не нечист рожденные людьми уродцы считаются подменыши хозяин четырех белых оленей увидев страшного ребенка бросает свою жену ненко же отыскивает своего сына а уродца отдает людоеду всю бедею через много лет муж возвращается к покинутой ненке и узнает правду тогда он сжигает йома ные а на костре а из ее тела во все стороны расползаются гады и повсюду разлетаются комары с этим же сюжетом связанные коми пермятская сказка о золотой женщине возможно имеющая связь с легендами о золотой бабе удачливый охотник женится на золотой женщине которая обещала ему родить трех золотых сыновей перед родами она отправила мужа искать повитуху но повитухой оказывается еги баба она и подменяет рожденного младенца своим зверенышем тоже повторяется и во второй и в третий раз тогда охотник прогнал свою жену а сам женился на дочери еги бабы золотая женщина отправляется на поиски своих сыновей и находит их в лесном домике еги бабы из собственного молока она готовит сырники и те отведав материнской еды признают мать охотник узнав правду расправляется с дочерью в еги бабы и возвращает свою жену с детьми более архаичный мотив сохранила другая коми пермятская сказка на свете жили сестра и три брата у парней не было невест и решили они что один должен жениться на родной сестре они предложили ей выбрать жениха девушка попросила братьев отпустить ее в подпол чтобы переодеться к свадьбе а там стала молить землю чтобы она скрыла несчастную невесту от домогательств братьев заклинание подействовало когда девушка надела обувь то по щиколотке ушла в землю одевшая рубаху оказалась в земле по колено накинув сарафан погрузилась целиком под землю по подземной дороге она пришла к еги бабе у которой было три дочери девушке не не только удалось самой спастись от людоедки но и увести с собой ее дочерей которых она и выдала замуж за своих братьев последняя сказка повествует о происхождении важнейшего первобытного закона закона экзогамии в первобытном обществе были строжайше запрещены браки с кровными родственниками образ емы вероятно относится к той категории мифологических персонажей которые первоначально были женами или детьми небесных богов и культурными героями но за провинность были сброшены на землю где стали покровителями хтонических и демонических существ такова обско-угорская колтаж эква возможно также карелло-финская суетар прародительница хит хитонических гадов имя которой связано с глаголом пожирать функции саамская демоническая лягушка оадзи финская рауни ссорящаяся с небесным богом убка у марийцев и удмуртов сохранился рассказ о сходной съемой злодейки по имени абыда или обида абыда кышна вот так сюжеты повторяются в сказках разных народов всем пока